Недомогание люди почувствовали после первого дня застолий. У 20 человек, среди них два ребенка и невеста, поднялась температура, начались диарея и рвота. Больные начали поступать в субботу с 14 часов около 15 часов с признаками интоксикации. Рвота, диарея, высокая температура. Сейчас 20 пострадавших лежат в больнице. Их жизням и здоровью уже не угрожает опасность. Люди жалеют об испорченном празднике, а также о том, что мало горькой пили. Говорят, кто употреблял много, того микроб не взял. И когда так все начали веселиться, ну очень было весело. Так понравилась свадьба, думали, что вот он таким трагическим комзом закончится. Ну это не страшно. Прокапаемся, даже, наверное, хорошо. Организм немножко очистится. Водку будут. Тем больше водки, тем меньше инфекций. После того, как треть свадебных гостей оказалась на больничных койках, медики тщательно исследовали всю еду гостей и даже соседей молодых. Подозрительных посадили на домашнее лечение. У сына анализ взяли. И в суседа он взяли. Тоже сына. А женька в больнице. После проведенных исследований медики уверены, в сорванной свадьбе виновата деревенская сметана. Через нее инфекция и распространилась. По опросным листам употребляли в основном, кто заболел, в основном вот эти сладкие блинчики, залитые сметаной. Причем сметана была перемешана с сахаром. Если концентрации сахара недостаточно быть как консервантом, то получается хорошая среда для развития патогенной микрофлоры. Сейчас медики устанавливают, у кого люди покупали продукты, испортившие праздник. Руслан Смещук, Константин Длужневский, телекомпания АТВ.